Эфир 7 канала продолжит проект Live Studio и я передаю слово, вернее возвращаю его своей коллеге Светлане Пензовой. Света? Спасибо большое, Галина, за интересный выпуск новостей. Ну а мы продолжаем Live Studio темой новых возможностей и рисков приватизации государственных предприятий. Эту тему мой коллега Евгений Салтан будет обсуждать вместе с представителями Национального инвестиционного совета и Центра экономической стратегии уже в 18.20. А в 19.20 в этой студии говорим об актуальной теме задержки пенсионных выплат в Украине. Вместе с гостями студии попытаемся разобраться в том, почему многие пенсионеры в срок не получили законные выплаты и чего же ждать от пенсионного фонда дальше. Не пропустите. Ну а мы продолжаем одесскими и не только новостями. Над крымскими пляжами пролетели военные вертолеты. Техника пронеслась прямо над головами отдыхающих. Об этом в своем твиттере сообщает один из крымских блогеров. По данным очевидцев, таким образом могла идти подготовка к севастопольскому милитари-шоу. Я отмечу, что в оккупированном Крыму продолжают готовиться ко дню военно-морского флота РФ. Праздник должен пройти 29 июля. В его рамках Россия уже выстроила свой флот. И в продолжение темы резонансного киевского ДТП. Водитель, который насмерть сбил ребенка в центре столицы, арестован без права залога. Шевченковский райсуд Киева арестовал Кирилла Островского на два месяца. Однако данное решение виновный может оспорить в апелляционном суде. Напомню, что 24 июля в центре Киева водитель Хаммера Кирилл Островский, который, по версии некоторых СМИ, является боксером, насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. После чего попытался скрыться с места преступления, но был задержан. И к одесским новостям на улице Преображенской после реконструкции появилась разметка. По улице уже пустили пробный трамвай для проверки рельсов и контактной сети. Пробную поездку совершили в ночь со вторника на среду. Полноценный трамвайный маршрут номер 3 заработает уже в ближайшие дни. Напомним, что работы по реконструкции улицы Преображенской ведет компания «Росдорстрой». Муниципальному бюджету ремонтные работы обошлись в 160 с лишним миллионов гривен. А теперь к киевским новостям. Сегодня в столице Украины состоялась пресс-конференция на тему отключения аналогового телевидения и перехода полностью на цифровое вещание. Официально оно начнется 1 августа с Киева и Кировоградской области. Именно в этот день зрители, которые получат аналоговый сигнал с эфира и имеют телевизоры старого образца, не смогут без специального оборудования, то есть телетюнеров или антенн специальных просматривать телевизионные программы. Подробнее эту тему раскроет наш киевский корреспондент Богдан Красавцев. Богдан, тебе слово. Виталий, в студии мы будем говорить с Сергеем Костинським, членом Національної ради, спитаем телебачення и радеомовлення Украины. Добрий день. Добрий день. Скажите, пожалуйста, оскільки мы из Одессы и Одессчины. Цікаво, как там будет происходить эта ситуация, ну и так же в контексте Крима. Хочу сказать, что Одесская область находится среди наших пріоритетов. Вы знаете про то, что с 2015 года разом с Министерством информационной политики Национальная рада разбудовала мовлення, разбудовала мовлення в Донецке, Луганске областях, что приедала до этих регионов Херсонской области, на півдне Херсонщины. Мы разбудовываем мовлення на окупованной территории, на півдне Херсонской области. Сейчас мы обеспечиваемся вопросами Сумського, Чернигівского и Харківского областей, но Одесская область находится всегда среди пріоритетов. И за последний час, насколько вы знаете, мы разбудовали государственный цифровый мультиплекс. Водьбывается мовлення в 22 районах Одессчины, там мовлять 8 одесских телеканалов. И наразі мы огласили уже конкурс на то, чтобы еще новые одесские телеканали, которые не смогли взять участие в таком конкурсе, або хотели бы мовити только на окремые районы, для них также мы предбачили такую возможность. То есть, на мою особисту думку, сегодня Одесская область мает досить потужное покрытие цифровым мовленням, и это хорошая перспектива для региона, и аналог сам по себе уже не является настолько актуальным. Тогда чудово будем верить в то, что Одессчина покаже класс. Спасибо. В студии. Спасибо. Напомню, это был наш киевский корреспондент Богдан Красавцев. Отмечу, что вся Украина перейдет на цифровые стандарты вещания 31 августа этого года. В то же время аналоговое вещание сохранится на территориях с особым режимом вещания в приграничных территориях, а также для общественного вещателя, местных и региональных компаний, которые не имеют лицензии на цифровое вещание. Ну и напомню, что прямо сейчас Лайф-студия продолжается темой обсуждения рисков приватизации государственных предприятий. Мой коллега Евгений Салтан уже готов рассказать нам и представить гостей студии. Женя, тебе слово.